Иногда семьи разрушаются после долгих или не очень браков. Начинается раздел имущества, раздел пожитков. Весь этот процесс крайне щепетильный и грустный, пусть и не каждый готов об этом открыто говорить. Но самое грустное в этой ситуации – это раздел детей. Хотя раздел звучит, конечно, грубо, однако для каждого ребёнка, какого возраста он бы не был, это сильнейший удар и травма, когда родители разбегаются по своим местам и больше нет полной семьи, и теперь никогда не будет так, как было раньше. Наша сегодняшняя история, по сути, примерно с такого и начиналась. Родители Дилана развелись, и один из дней он проводил со своим отцом, который получил право прогулок с сыном через суд. А вот что было дальше, смотрите в сегодняшнем ролике. Уважаемые зрители, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где много интересных новостей, и дополнительная информация по делам из роликов, которые нельзя загружать на ютуб. Поэтому заходите, подписывайтесь. Ссылка на телеграм-канал в закреплённом комментарии под видео. Дилан, которому было тогда 13 лет, находился на назначенном судом свидании с отцом, когда его в последний раз видели живым 18 ноября 2012 года. Мальчик и его отец спорили и ругались во время последней встречи и сильно не ладили друг с другом. Это всё, возможно, результат напряжённой борьбы за права над ребёнком и опекунство между родителями Дилана. Именно так утверждалось в обвинительном заключении. В течение 2012 года Дилан несколько раз говорил, что он расстроен из-за отца и не хочет его навещать, так как ему не по себе после того, как он увидел компрометирующие фотографии отца и факты, которые были озвучены в суде, творится в том самом заключении. Последним сообщением Дилана Редвина было сообщение, отправленное им 18 ноября 2012 года в 21.37 своему другу, которого он планировал навестить на следующее утро в 6.30. Дилан был объявлен пропавшим 19 ноября 2012 года и его исчезновение вызвало масштабные поиски и привлекло внимание всей страны. Останки Дилана были найдены на Middle Mountain Road примерно в 10 милях к северу от дом его отца в июне 2013 года. После потребовалось ещё 2 года и 5 месяцев, а именно это произошло 1 ноября 2015 года, чтобы любители пеших прогулок нашли череп Дилана примерно в полутора милях от того места, где следователи первоначально обнаружили первые останки Дилана. Следователи сказали, что до второго места легко добраться по Middle Mountain Road, дороге, с которой Марк Редвин был хорошо знаком. Антропологи, изучавшие череп, определили, что в двух местах повреждения соответствуют травме, нанесённой тупым предметом. На черепе также были две небольшие отметины, похожие на следы от ножа, которые были сделаны вскоре после смерти мальчика. На протяжении всего расследования Марк Редвин всегда отрицал свою причастность к исчезновению и смерти своего сына. Дошло до того, что он подал встречный иск против матери Дилана после того, как его назвали фигурантом дела. В обвинительном заключении говорится, что Бетси Хорват, бывшая жена Марка Редвина, выразила беспокойность тем, что Марк мог причинить вред своему собственному сыну. Она рассказала следователям во время допроса, что Марк ранее говорил, что если ему когда-нибудь понадобится избавиться от человеческого тела, то он оставит его в горах. Совпадение? Не думаю. Хорват и Редвин были женаты 6 лет и имели двоих детей. Бетси рассказала следователям, что Марк неоднократно нарушал соглашение об опеке и говорил ей, что убьет детей, прежде чем позволит ей забрать их. Во время интервью она не стала отдаваться в подробности, но сказала, что восприняла угрозы всерьез. Также в интервью и на допросах она утверждала тот факт, что она уверена на все 100%, что это именно Марк убил их сына, потому что он изначально был очень жестоким человеком, проявлял нездоровую агрессию и, как мы помним, изначально кидал угрозы в адрес детей после развода. На вопрос, что могло привести его в ярость и как бы он отреагировал, Бетси Хорват отказалась сдаваться в подробности. Ее можно было понять, потому что это не доставлял ей никаких приятных эмоций 100%. Когда ее спросили о реакции на обвинение и арест Марка Редвина, Хорват ответила, что это только начало. Надеюсь, мы сможем добиться справедливости для Дилана. Дело не в ненависти или злости. Мы хотим справедливости, чтобы Марк ответил за свое преступление. В ходе поиска доказательств исчезновения и смерти подростка следователи обнаружили его кровь в нескольких местах в доме его отца, включая диван, угол журнального столика на полу, под ковром и на кресле. Во время другого обыска 5 августа 2013 года в дом подозреваемого была запущена собака, чтобы найти новые улики в деле о смерти мальчика. Собака смогла учуять трупный запах в различных местах дома Марка, включая гостиную и стиральную машину, а также на одежде, которую Марк носил в ночь исчезновения Дилана, говорится в обвинительном заключении. 13 февраля 2014 года в доме Марка был проведен еще один опыск с использованием собаки, который указал на трупный запах на пикапе Dodge Марка Редвина, включая пассажирское сидение. Марк Редвин был арестован в связи со смертью своего сына рано утром в Биллингеме, штат Вашингтон, спустя 4,5 года после исчезновения Дилана. 55-летний подозреваемый был арестован ночью по ордеру на арест с основными обвинениями в убийстве второй степени и жестоком обращении с ребенком, которое повлекло за собой смерть. Он был помещен в тюрьму округа Уэдком около часа ночи и содержался там до самого суда. Первое судебное заседание по делу Редвина в высшем суде округа Уэдком в Биллингеме, штат Вашингтон, было назначено на 15.00. Редвин был ознакомлен с предъявленными ему обвинениями на слушании в здании суда округа Лаплата. Марк Редвин убил своего 13-летнего сына Дилана в порыве гнева из-за грязных фотографий, утверждали прокуроры во время вступительных заявлений на долгожданном процессе по делу об убийстве отца в округе Лаплата. Прокуроры заявили, что Редвин убил своего сына в ночь на 18 ноября 2012 года, разозлившись из-за компрометирующих фотографий, на которых Марк Редвин был изображен одетым в женское нижнее белье и поедающим фекалий из-под гузника. Пре Джонсон, специальный заместитель окружного прокурора, предположил, что Дилан мог упомянуть или показать фотографии своему отцу в ночь убийства. Кстати говоря, за несколько месяцев до того, как останки Дилана были найдены в 10 милях от дома его отца к северу от озера Велисита в округе Лаплата, его отец Марк Редвин говорил со своим сводным братом о том, что следователям придется найти остальные части тела, включая череп, прежде чем они смогут точно определить, как погиб мальчик. Этот разговор – одна из многих жутких подробностей, раскрытых в обвинительном заключении, обнародованном окружной прокуратурой округа Лаплата после ареста Редвина. Отец из Колорадо был осужден за убийство второй степени и жестокое обращение с детьми. После нескольких лет задержек, двух неправосудных заседаний и более четырех недель судебных аргументов присяжные округа Лаплата вынесли вердикт, что 59-летний Марк Редвин виновен в убийстве своего сына Дилана Редвина, который нашел постыдные фотографии своего отца. «Это было чрезвычайно трудное дело для всех участников», – сказал судья Джеффри Уилсон перед оглашением вердикта. «Это было трудно для всех сторон, для адвокатов, для их сотрудников. Это было трудно для семей и для всего сообщества». Марк получил пожизненный срок лишения свободы. Редвин, вцепив руки, никак не отреагировал на оглашение приговора, что вызвало громкий вздох у присутствующих в зале суда. А вам я хочу сказать спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать свое мнение в комментариях. Ну и до встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok